Кнопка записи включилась, экран моргнул, запись пошла. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Леонидович. Ну, как мы договаривались, вы сначала представитесь. Да. Меня зовут Волков Сергей Афанасьевич, 61 год. Родился и всю жизнь прожил в Сибири. Образование средне-техническое закончил Красноярский механический техникум. Некоторое время работал на производстве, на заводе, на Красноярском машиностроительном заводе. Потом перешел работать в Красноярскую нефтегазоразведку. То есть осваивал недра Сибири, добывал нефтегаз с 1985 года. И по сей день там практически. То есть сейчас мы видим механик компании АО ГНС. Это сервисная компания, которая позволяет добывать нефть по новой технологии. То есть как бы это закачка азота под давлением скважины во время варения. Это попросту говорить. Ну понятно. Издевательство над землей, я понял. Это не издевательство над землей. Мы не издеваемся над землей, мы аккуратно все это делаем. Ну ладно. Хорошо. А что мы сегодня встречаемся? Ну мы немножко решили поговорить об образовании, как организовать образование новыми способами, отличными от классно-урочной системы. Подождите, подождите. Ну смотрите, мы с Еленой Васильевной, с вашей женой обсуждаем проект, как школу, в которой она работает старшим методистом и учителем истории, перевести на коллективный способ обучения. А вы как муж сбоку все время подслушиваете и поддакиваете там чего-нибудь, наверное, я так думаю. И соответственно у вас что-то возникло, и вы хотите нам то ли помочь, то ли помешать, я не знаю. Так вот, с чем вы пришли? Скорее с идеей не как перевести школу, допустим, в 161 или какую-то иную. Вы говорили мне до разговора, что какие-то ошибки видите или что-то там, понимаете. Да, да. Ну давайте я как бы по порядку начну. Это, видимо, все-таки не способ, как внедрить коллективный способ обучения в школу. Там у вас еще проскакивала идея все-таки образования, улучшить качество образования. Может быть, вот с этой стороны я хочу зайти с помощью этих вот новых платформ, которые сейчас уже это интернет-платформы. Может быть, я бы хотел рассказать не об основном образовании, а о дополнительном образовании. И как, допустим, эту платформу, может быть, сделать работоспособной. То есть у нас с Леной Васильевной были такие разговоры, но не только так же, все-таки дискутируем на эту тему немножко. Ну понятно, да. И вот родилась идея, Лена Васильевна еще долго с семейным образованием работала. И даже название вышло «Семейно-факультативное образование». Понятно, мне это очень близко, да. Но это не замена классно-урочной системы, это дополнительное, это как бы повышение качества. Возникают какие-то проблемы образовательные у детишек. То есть мы вот с этого с помощью можем решать. Даже родилась, может быть, встроенная система, может быть, не встроенная система. Ну, мы маримся, может быть, и с вами посоветоваться. Я бы скажу, немножко, может быть, рассказал, как вижу я это дело. Ой, это очень важно, давайте. Ну, я буду, может быть, умбурно разговаривать, потому что это мой первый разговор, первое желание высказываться. То есть немножко я смущаюсь, поэтому... Как, может, идут, нет проблем. Когда мы рассматриваем классно-урочную систему, то вот давайте вслушаемся в это определение. Классно-урочная система. Классно-урочная система. То есть вот там есть система. То есть система, это значит сквозная технология. От того, как мы взяли этого, допустим, ученичка в первом классе, и даже, допустим, со школы, и до 11 класса мы его провели через эту систему. Ну, давайте я вам чуть-чуть помогу, ну, чтобы время сэкономить. Значит, наши слушатели, а мы с вами здесь находимся втроем, правда? Да-да. А знаете, кто у нас третий? Кто? А, наш зритель. Я говорю, эй, ты зритель, ты и без нас знаешь, что такое классно-урочная система. Поэтому мы тебе нифига про нее рассказывать не будем. Вот то, что знаешь, что и достаточно. Но там три слова. Классная, урочная и система. Про систему вы сказали. Это совокупность каких-то компонентов между собой, очень определенным образом соединенных. Правда? Правда. Вот. Что такое урочная, понятно, звонок-перемена, звонок-перемена, да? Угу. Вот. И что такое классная? Вот как вы понимаете, что такое классная? Классная? Я понимаю, что это она объектно наполненная. То есть она наполнена материальным. Это, во-первых, это здание, сооружение. Это то оборудование, которое имеется внутри. То, куда люди переходят. Это та же доска информационная. Не-не-не-не-не. Вот теперь смотрите, я ваше услышал. Теперь я свое положу рядом, и мы пойдем дальше, ладно? Обсуждать не будем. Значит, слово классное означает, ну, в том понимании, которое оно в школе заложено, было 200 лет тому назад, что мы подростков, детишек одинакового возраста, кучкуем в одну группу, и их учим всех одинаково. Вот это класс. То есть одновозрастное обучение. На этом точка. И давайте вашу идею, как с этим быть, как вообще сделать вот это, как бы дополнительное образование, как бы семейное образование, и как бы, чтобы оно было хорошо, и чтобы лучше школьного было. Правильно? Да. Ну, я бы в дополнение добавил немножко, немножко бы поменял местами. Вот это классное. Я бы поставил это все-таки, это материальное наполнение. Это школы, здания, сооружения, все это дело, наполнение классов, доски, столы, куда люди приходят. А вот к тому, что, как вы говорите, как мы заводим детишек, я бы вот это вот урочной частью назвал, потому что куда бы. Потому что... Не-не-не, смотрите. Это мое видение. Социальная часть, это именно стричь под одну гребенку вот от такого-то месяца рождения до такого-то месяца рождения. Буквально по месяцам же там есть ограничения, правда? Если в 1 сентября ребенку не исполнилось 6 лет, а исполнилось там в ноябре, исполнится, его в школу не берут. Понятно, да? Это ограничение системы. Так вот, вот это и есть классное. То есть по возрасту вот эта группа и все. И так они 11 лет, одногодки будут дальше учиться. Хорошо. Я говорю, я бы просто немножко их поменял местами. Вот у вас уже сформировалось это понятие. У меня оно немножко по-другому сформировано. Нет, вот вы его сказали, мы услышали. Идем дальше. Идем дальше. И эта система организована. Вот есть всего... В этом году придет 161 первоклассник в школу конкретную, допустим, там, допустим, в школу номер 5. И все для этого создано. Материальная база, технология отработана. Конечно, да. Все дело. То есть, вот когда мы говорим о КСОшной школе, этого пока ничего не создано еще. Почему, допустим, еще не заходит КСО туда? Потому что существует надстройка, надстройка в виде государства, которой нужен продукт через 10 лет, через 10. Тот продукт, который будет выполнять задачи любые, вот допустим, пойдет работать, пойдет родину защищать, пойдет все прочее. То есть, как бы, он будет уже соорганизован, он будет иметь определенный набор знаний и будет в той степени политизирован, ну, как бы, организован, встроен в государство, как государству это нужно. Можно, можно сказать? Да. Вы тоже можете поднимать палец, я буду затыкаться сразу, ладно? Значит, я бы так сказал, я как КСОшник со стажем с 88-го года, 31 год, да, скажу, и у нас все так же, как вы сказали. Мы хотим вот этого же самого, чтобы вот эти люди, которые выйдут из образования, они вот такие были, как вы сказали, один в один. Да. Хорошо. Только вот та система классно-урочная, она уже зарекомендовала себя, то есть она уже прообирована. И я, как чиновник, допустим, я поставил, я понимаю, что эта система у меня сбоев не дает, она хорошо регулируется. Ваша система, ваша система КСОшная, она мне еще не знакома. Вы мне еще не показали продукт. То есть вот этот технологический процесс у вас не отработан. Вы мне продукт не показали. Вот представляете, что я сейчас, допустим, как этот чиновник отдам вам вот этих 160 детей, и что я получу в результате? Я получу что? Я получу свободолюбивых, допустим, революционеров с огромными мозгами или недоученных детишек? Я не знаю. Поэтому мне проще как бы вот остаться в этой классно-урочной системе. Я понимаю мысль. Можно я ее тоже попробую на мой манер сформулировать? Вот значит, я даже бы жестче сказал. Я бы сказал так. Образовательная система никогда не должна меняться резко. Да, совершенно верно. Она должна меняться по вот такой маленькой чуть-чуть. Потому что резкие изменения чрезвычайно опасны и могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям. Она должна только эволюционировать. И на этом я стою и только так. Иначе мы не знаем, к чему приведет. Совершенно с вами согласен. Вот это, наверное, основное то, что я хотел сказать. А дальше были просто предложения о том, что еще чему, допустим, я бы стал учить детей сейчас. Вот может быть в этом в дополнительном формате. В дополнительном формате, скажем, через интернет методами КСО. Я бы в первую очередь их начал учить, знаете, чему? Человеколюбию. Человеколюбию. Каким образом бы я их стал учить человеколюбию? О, вот это мне очень самое. Мне даже не интересно чему. Мне интересно как. Давай. Через приобщение к экзистенциальному, что ли, опыту. То есть, как бы через историю религии. Через рассказ о том, насколько, как бы сказать, рассказать детям о всех религиозных конфессиях, о религиозном опыте. Значит, смотрите, что я понял из того, что вы последнее сказали. Я понял одно слово. Рассказать. Я говорю, не, не пойдет. Ведь это, ну, у ученых называется вербальное знание. Ну, просто знание услышал, прочитал кино, посмотрел, да? Не пойдет. Я говорю, человеколюбию можно научить только через его осуществление. И, в частности, с одной стороны, я как взрослый ребенку даю пример, как я это человеколюбие осуществляю, то есть делаю. Он смотрит сбоку, ага. А я ему говорю, слушай, вот то, что я сейчас делал, это и есть человеколюбие. Ребенок там мотает тебе что-то на уст, там, т-т-т, да? А потом я говорю, ну, а теперь ты давай сделай что-нибудь человеколюбимое. Какое-то там, понимаете, да? Не могу. Может, я неправильно грамматически говорю слово. Вот. Ну, да, гатеринский отряд, тут красный галстук. Вот это у человекаолюбие, да? Ну, как вам сказать? Ну, вот хороший пример, да? Чего я его повязал, правда? Да. Вот. Я его повязал, чтобы поддержать Николая Николаевича Платошкина. Ну, и всех кандидатов, которых он там продвигает в Думу, да? Вот. И говорю, ребята, одевайте галстуки и ходите по своим там поселкам, городам, деревням, значит, в галстуках. А кто будет спрашивать, зачем галстук одел? В поддержку Николая Николаевича Платошкина. Я хочу, чтобы до выборов вот такой был флешмоб по всей России, да? Чтобы все одели такие галстуки. Вот. Это моя такая задача. Для этого я одел галстук. Но я говорю, а где тут человеколюбие? А очень простое. Я послушал, что там Платошкин рассказывает и задал себе простой вопрос. Ну, а я вот тут живу в Германии, хочу его поддержать. Платошкин говорит, ну, делайте что-нибудь практическое. Ну, и называет. Идите наблюдателями на избирательные участки. Я не могу, я в Германии, да? Но я подумал, а у нас есть избирательные участки в консульстве во Франкфурте на Майне. Я туда могу записаться наблюдателем. Понимаете, да? Хотя я даже не гражданин России. Я гражданин Германии. Понимаете? И у меня как бы сразу вопрос. А вы как, скажем, человек, который живете в Германии и все прочее, а какого хрена вы как бы вот суетесь в жизнь России и вмешиваете с нее? То есть зачем вам это? То есть как бы, в принципе, может быть, кроме вообще человеческого права, вы никаких прав на это не имеете? О, неправда. Почему? Значит, во-первых, очень давно мой друг, который уже давно умер от болезни, мы наговорили на тему эмиграции и так далее, Александр Аулов. Он сказал, наши люди имеют за границей, ну, это перед тем, как я уже уехал, да? Наши люди имеют за границей успех только в том случае, если они остаются, ну, я скажу в кавычках русскими, ну, имеется в виду вот культура, понимаете? Остаются культурно вот в этом пространстве. Тогда они за границей имеют успех. И мне как-то это очень сильно запало. Это первый аргумент. Я, например, прошу, чтобы меня называли по имени-отчеству, даже здесь, в Германии. Не, немцы все равно не называют. А вот мои соответственники, я говорю, я Григорий Олегович. Они говорят, да ну перестань. Я говорю, слушайте, я из той культуры, отстаньте. Вот. Дальше. У меня все дети там в России. Ну, и, соответственно, и внуки, правда? Ну, так я хочу, чтобы им было хорошо. Все. Но я бы поправку сделал. Я вмешиваюсь, как вы сказали, вмешиваюсь. Ну, я как бы влияю или хочу улучшить жизнь не тех людей, которые живут вот в пространстве, ограниченном границе на карте. Я работаю с русскоязычным пространством. Для меня Россия – это все люди на земле, которые предпочитают между собой общаться на русском языке. И хоть где они живут, если я их спрошу, ты со мной лучше на каком будешь говорить? Он скажет, на английском. Я скажу, ну, знаешь, тебе мне неохота помогать. А если на русском – с удовольствием. Отчасти вот это отношение к русскому языку и связь с Альма-Матер, с Родиной, это я как бы понимаю. Потому что мне удалось четыре раза съездить в США на работу. Ну, около двух лет я там провел за четыре раза. И я работал, трудился в коллективе, работал. И, соответственно, я был носителем русской культуры, носителем русского языка. Я там оставался порой совершенно один. Ну, вот я понимаю, что, говорит, пока ты являешься русским, ты представляешь интерес. Потому что вот нет у меня с детства того восприятия культуры, который я несу свою культуру. Поэтому и им интересно, и мне интересно то же самое. И, соответственно, я понимаю вот это стремление общаться там на русском языке со своими одноязычниками, что ли. Одноязычниками, да. И вот, кстати, сказать, дефект вот этой вот верхушки государственной в представлении о том, что такое Россия, заключается именно в том, что это те, которые живут в границе. Если бы они думали вот так вот, как я, то тогда бы они делали бы так же, как делают китайцы. Понимаете? То есть, если китайец поехал в Россию и там женился на русской, да, и остался там, то им за рождение детей Китай выплачивает офигенные деньги. Но я это слышал, я не знаю, достоверно это или нет. Но мне это очень нравится. Я говорю, во, вот я русский, приехал сюда в Германию, да. Женился я на немке. Ну, я не женат на немке, ну, вот, значит, допустим, да. И меня Россия пускай поддерживает. Прямо вот физически, деньгами. Во. Вот это класс. Вот, Григорий Легович, притом при этом, что, я говорю, ну, немного там вроде пробел, но после того, как приехал, меня еще кличку дали, американец. То есть, когда я в бурение вернулся, обратно кличку, американец. Потому что я стал сюда уже нести вот эту вот американскую, как бы, культуру отношения к труду и все прочее. Меня же научили все-таки немножко. Ну, да, да. Вирус американизма, он во мне сюда включился. И, то есть, вас присутствует, вы там живете, то есть, вы внутри этого процесса. У вас этот вирус германизма, он есть. И поэтому вы уже, как бы, не совсем, как бы, заболели уже Германии, заболели за границей. Вы не совсем адекватны русские же вот так. Не, я вам, я, что-то, я считаю, что Германия моя родина. Ну, хотя я живу здесь всего 25 лет. Ну, 25 лет. Простите, есть люди, которые не могут прожить этот срок. Вообще не это будет. Хорошо. Вот я встречаюсь с детьми, у меня называется встречи «Удивляемся с Григорием», с восточным полушарием и с западным полушарием. Вы, наверное, в курсе, да? Вот. И вот последняя встреча была, мы по вторникам встречаемся, с восточным мы встречаемся днем, а с западным, ну, поздно вечером. Вот. И, значит, там одна девочка, ну, делала сообщение какое-то и, между прочим, сказала, что у нее папа тоже кандидат в депутаты Думы российской. Да? И она меня спрашивает, а скажите, Григорий Олегович, а почему у нас в России все время позже, чем в Европе, там появляется то или другое? Почему мы такие отсталые? Спрашивает меня девочка, которая 11 лет. Понимаете, да? А вот скажите мне, пожалуйста, Сергей Афанасьевич, почему? Почему? У нас все, я не считаю, что у нас все позже приходит. То есть, может быть, технологические какие-то новинки, технические новинки, может быть, они позже приходят. Не знаю, вот политические какие-то настроения еще нет. Я вам просто скажу, я уже не говорю о технических устройствах, таких как смартфон, персональный компьютер, все эти мобильные связи и так далее. Да, изобретают ее в России часто раньше, там лампочку раньше изобрели, радио Попов первым попробовал и так далее. И даже Кульбин паровоз сделал, который никогда не работал. Значит, не смог работать, это он был плохо сделан. А дело не в этом. Дело в том, что Гугль есть в Америке. Ютуб есть в Америке. А ничего аналогичного в России нет и не будет. Это я вам говорю от себя лично. А я сейчас жить без Ютуба и без Гугля не могу нисколько. И мне нужно такой сервис в России. Почему его там нет? Почему я же пользуюсь всеми этими услугами, сервисами и всем прочим. Почему его нет? Он здесь присутствует? На месте правительства России я бы давно отключил Ютуб от всех россиян. вот сегодняшнее правительство должно прям немедленно отключить. И тогда ни у Платошкина, ни у кого не будет никакой возможности вещать на Россию. понимаете? Ну да, 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 да. Отчасти согласен. Понимаете? Да. Вот. Но если это будет сервис российский, они могут и внутри тоже отключить Платошкина, правда? То есть ГУЛАГ какой-то получается. Ну ладно. Итак, вопрос о том, почему в России многое, так скажем, многое. Да, мы делаем ракеты, да, мы то, да, мы сё. О, есть у нас места, где мы впереди. Планеты все и давно. Вот знаете, есть такая пословица про германские фирмы. Причем это немцы говорят. Они говорят, если в немецкой фирме есть два русских специалиста, в фирме скоро придет полный крах. Но в каждой немецкой фирме обязательно должен быть один русский специалист. Чтобы она прогрессировала наконец-то, потому что... Вот. И вот дальше не буду расширять, да? Но вот это. Но давайте вернемся все-таки к вашей теме. Значит, и так человеколюбие обучать, да? Я бы только заменил слово обучать на приучать. То есть вот в приглядочку, на примерах, на конкретном действии, а не через вот это вот знание, рассказ о религиях и так далее. Это полная чушь, чушня, затраты времени и фигня. ФДП. Любимое слово Георгия Петровича Щедровицкого. ФДП называется фиктивный демонстративный продукт. Короче, туфта. А кроме человека, любя еще что-нибудь, у вас есть заначки? Да, есть заначки. Вот развивал бы, научил бы использовать свободные способности своего тела. То есть я сейчас объясню, что это такое. Вот, допустим, не так давно, понял, а почему мы, допустим, не можем оперировать хорошо стихами, баснями, еще почему, допустим, я когда выучил в школе какие-то стихотворения, я не помню это, вы меня удивили однажды, полчаса декламируя, скажем, стихотворение, которое... Ну, такое может же не каждый человек, но это, в принципе, доступно каждому. Почему мы это не пользуем? Почему мы, допустим, не можем научить детей владению памяти своими способностями ментальными? Почему? Вот это основное, наверное, потому что я бы хотел свободно пользоваться... Алло? Говорите, говорите. Это я переключил здесь. Я бы хотел иметь свободно пользоваться цитаты переводить, стихи читать, басни рассказывать вот в любом возрасте. То есть я бы хотел свободно обращаться к своей памяти, доставая оттуда все. То есть хотел бы быть свободным в этом отношении. Вот смотрите, видите список? Вот это я беседую с разными людьми, с такими, как вы, да? Все время задавал один и тот же вопрос. Сколько процентов полезных знаний человек выносит из школы? То есть сколько процентов полезного времени в школе он потратил? Ну вот вы мне скажите, у вас какой процент будет полезного и бесполезного? А в школе, которая получила ли вообще во всех этих системах? Я в школе, в школе. Что потом в жизни пригодилось? Сколько процентов? Не знаю, не могу сказать. Не занимался этим. Ну, может быть, половина, меньше половина. 10-15, может быть. А? 10-15, что-то. Это то, что полезно, да? Ну да. Понятно. Вот теперь смотрите. И я людям говорю, слушайте, а вот остальные проценты, там 80 или сколько, они бесполезно в школе потрачены, правда? Ну да. Ресурсы, время, там все, да? Давайте мы эти 80% времени в школе заполним чем-нибудь другим. и спрашиваю людей, чем. И таких бесед я провел уже, наверное, два десятка с разными людьми, если не 3-4 десятка, да? Да. И вот то, что я выковырял из этих разговоров, вот здесь написано. Поэтому то, что вы говорите человеколюбие, вот в этом списке нету, правда? Нет, нет. И здесь нету владения своим телом. То есть, когда... Тихо, тихо, тихо. Очень даже есть. Где? Бальные танцы, заработок, тихо сложение, законы, личное здоровье. То есть, как бы, вот, допустим, освоение памяти. Не, ну это да, да. Я не вижу этого. То есть, все, что вот тихо сложение, допустим, трейн я за свободно, это же вот как раз в это укладывается, в свободное владение своей памяти. Да, ну, в общем, хорошо, я понял. То есть, надо дописать, правильно? Ну да. А как это называется? Давайте допишем. Ну, я бы сказал, умение управлять способностями своего тела. То есть, они заданы где-то там, но просто мы не научены ими. Так, ну давайте допишем, развитие способностями своего тела. памяти запоминать своего тела, да? То есть, в кавычках я бы, допустим, не написал это, это можно понять, как мышцы накачать, или еще что-либо. Не, 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 способности это не только мышцы. Ну да, но все равно в скобках бы написал память. Не, не только память. Там еще сейчас много всякого такого эмоционального интеллекта, там, мышления и много чего вот такого, да? Ну да, конечно. туда входит. Понятно, да? Ну вот. Значит, очень хорошо, что вы эту тему затронули. Я сейчас выключу демонстрацию, да? Вот. А, и очень хорошо, что мы это вывели на экран. То есть, вот список такой есть, да? Теперь уже там не 13, а благодаря вам стало 14 пунктов. Этим вопросом он, ну, в нашем, в моем окружении занимается Анатолий Катунин. Он живет в Новосибирске, абсолютно фантастический человек. Вот. И он это практически осуществляет. Причем так так красиво, так просто. Именно вот в режиме вот, бери и делай, понимаете? Вот. Поэтому у нас с Катуниным есть несколько записанных разговоров. Я вот здесь внизу для нашего третьего, кто сегодня с нами участвует в беседе, дам ссылку под описанием нашего с вами разговора, да? На Катунины, на наши разговоры с ним. И бери, и делай. Он там фантастически делает. Он говорит, например, если человек, ну, вот представьте себе спортзал, я сажусь на корточке, наклоняю голову вот так, да? И начинаю через голову кувырок делать. На мягком коврике, да? Он говорит, кувырок это практически мгновенная смерть. А вы попробуйте сделать кувырок, Сергей Афанасьевич. Вы, наверное, давненько уже не делали его. Да. А вы попробуйте один раз сделать, и потом мне расскажите, какие у вас чувства. Я сейчас не к вам лично обращаюсь, а к третьему нашему в основном. Эй, ты, который на той стороне экрана, ну-ка, постели коврик и сделай кувырок. Я-то это на себе пережил. Я думал, что я всегда умею. Я ходил в бассейн, там у нас такой бассейн, бортик возвышается над водой, вот настолько. И я встал на бортик и хотел сделать кувырок в воду. Ну, что такого, да? Я у себя внутри ощутил страх дикий совершенно, я не смог это сделать. И много дней я каждый день туда ходил в бассейн. Я каждый день хотел сделать этот кувырок и не мог. А в это время я еще в фитнес ходил. И там я попросил тренеров, чтобы они меня подержали на коврике и аккуратненько перевернули через голову. И этот страх у меня был офигенный при этом. Она позвала еще одного, они меня вдвоем держали. Понимаете, да? Я говорю, о да, давайте еще раз. Они меня еще раз подержали, я еще раз вместе с ними помогли, а потом я говорю, так, от винта, я теперь сам. Понятно, да? Я накувыркался там раз пять-шесть сам, а потом на следующий день пришел в бассейн и в воду буль-буль. Вот. Вот это чисто Катунин, Анатолий Катунин, понимаете? Вот. Я это делал давно, когда Катунина еще не знал. Это было лет, то, что я сейчас рассказал, это было лет пятнадцать тому назад. Я теперь опять не уверен, сегодня я могу сделать кувырок. Понимаете? Это ужасный липкий страх. Хотя я думал, что ну а что такое? Я всегда делал и запросто сейчас сделаю. Неа. Ну ладно. Давайте наш разговор как-то уже резюмировать. Пожалуйста. Еще к этому здоровью владению своим телом есть у нас в России удивительный человек Боржиев Евгений Николаевич. Какая фамилия? Боржиев Евгений Николаевич. Но вы мне потом пришлете ссылки, чтобы я поставил тоже вот здесь в описании. Боржиев Евгений Николаевич. То есть тот в простой доступной форме показывает легкие способы, скажем, ну просто бери и делай, как избавиться от боли суставов. То есть это элементарное потому что кучу денег на свой сустав коленный потратил, 20 тысяч потратил и кучу врачей времени привел к нему. Он полчаса говорит, а что ты паришься? Это нужно просто делать вот такое упражнение. Я стал делать упражнение, это простое, совершенно элементарное. Две минуты. И все, избавился от боли. Божья фигения. От Бога действительно фамилия у него такая. Божья фигения Евгений Николаевич. Хорошо, вот просто добавка такая. Ну ссылку потом дадите, да? Я попробую, спрошу, как это сделать-то. Да, скину вам, ставить. Вот, хорошо. Ну, тогда что? Я вот как попробовал подвести итог нашего разговора. У меня просто сейчас следующее мое дело там подпирает. Вот, значит, я обычно прошу собеседника, ну вот, что вам дал наш разговор? С чем вы уходите из разговора? Что-нибудь как-то куда-то сдвинулось? Да, сдвинулось. С некоторой уверенностью в себе, с пониманием о том, что на эту тему, на тему от КСО, и понимание, оно еще нет взаимного понимания, что на эту тему еще нужно общаться. Что я не все сказал, что хотел, то есть, есть над чем поразмыслить. Я понимаю о том, что я могу в таком формате общаться, то есть, как бы, вот вы меня, скажем так, приподняли, вот это убрали, как сказать, стеснительность, то есть, я могу в таком формате общаться, то есть, вот за это вам спасибо. Да, пожалуйста. Вот, ну а что, я, например, уношу 14 пункт, это правда, вот я об этом все знал, но почему-то в эти пункты не записал. Это для меня было сегодня очень удивительно, вам большое спасибо, Сергей Афанасьевич. Значит, вот, ну и чего, я очень рад нашему сотрудничеству и надеюсь на продолжение. Спасибо, я тоже рад. Ну все, все тогда, до свидания. До свидания, до свидания. Носите галстук, галстук носите. Всем привет, да. Спасибо.